Впереди долгожданные выходные, многие отправятся за грибами. Они наконец-то появились в лесах. Но будьте осторожны, только на этой неделе спасатели два раза выезжали на поиски потерявшихся грибников. К счастью для обоих, все закончилось благополучно. Но как же все-таки ориентироваться в лесу, чтобы не попасть в виду, подскажет наш эксперт. Постарайтесь исключить одиночные поездки в лес. Перед тем, как выехать в лес, сообщите родственникам о районе пребывания и о времени, к которому вы планируете вернуться. Перед тем, как зайти в лес, выберите ориентир. Это могут быть линии электропередач, одиноко стоящее дерево, особенности рельефа или какой-то водоем. Двигаясь от ориентира к ориентиру, вы легко запомните маршрут. В современных телефонах присутствуют навигаторы, трекинги, определение точки координат и даже электронный компас. Для людей старшего возраста я бы рекомендовал использовать GPS-маячки, так как они не могут пользоваться современными телефонами. Так что можно обзавестись GPS-маячками и носить их как часы. Если вы поняли, что заблудились, не паникуйте. Для начала попытайтесь позвонить родственникам. Если нет сети, набирайте 112 номер спасательной службы и следуйте указаниям диспетчера. Если вы собираетесь выехать в лес с детьми, то обязательно расскажите им, как вести себя в случае, если они заплутаются. Нам, родителям, хочется думать, что с моим ребенком этого никогда не произойдет, но даже такой позитивный настрой не поможет уберечь ни себя, ни детей от паники и беспомощности, если все же те потеряются. Как действовать в такой ситуации, уточнит Вера Баранова. Природа, пикник. Родители отдыхают, дети играют. Но достаточно одной минуты, чтобы ребенок потерялся. Что делать в такой ситуации и какие правила следует соблюдать? Сейчас разберемся. Это должен знать каждый взрослый. Собирать ребенка для поездки в лес – навык, который может спасти жизнь. Мы должны положить нашим детям в рюкзачок свисток, шоколадку, а лучше какой-нибудь не тающий батончик, бутылку воды и полностью заряженный гаджет. Каждая вещь здесь имеет смысл. Свисток поможет малышу сберечь голос и оповестить о своем местонахождении. Сладость даст силы. Гаджеты помогут связаться с родными. Также на всякий случай в рюкзак можно положить большой мусорный мешок. Он не займет много места, но поможет спасти от холода, если использовать его вместо одеяла. Не забываем о яркой одежде и непромокаемой обуви. Также важно не только готовиться в плане вещей, но и поговорить со своим ребенком о том, когда мы будем идти с тобой по лесу, давай запоминать, что это. Какое-то большое классное дерево, может быть знаки какие-то, может быть, не знаю, мусорки, полянки особенные. Мы должны учить наших детей ориентироваться. Если, потерявшись в городе, по правилам малыш должен оставаться там, где заблудился, то в лесу наоборот, активно двигаться, чтобы не замерзнуть и ни в коем случае не прятаться. Идти на свет и звук города, а также откликаться на свое имя, даже если голос ребенку незнаком. Если видят незнакомого человека, надо обратиться к нему за помощью. То есть, если в городе мы проговариваем, что бывают опасные незнакомцы, то в лесу это тот случай, когда необходимо поделиться с человеком той ситуацией, в которой ты оказался. Помогите мне, я потерялся. Я не знаю, где моя мама, я не знаю, где мой папа. Мне нужна ваша помощь. Но до той поры, пока малыша ищут, ребенок должен постараться не спать. На шум в кустах шуметь и греметь в ответ, чтобы спугнуть диких зверей. Не есть подозрительные ягоды и грибы, не подходить близко к рекам и озерам. Для этого и нужно положить ему в рюкзачок бутылку с водой. Так у ребенка не будет соблазна отправиться к ближайшему водоему с опасным спуском или глубоким дном, в случае, если он захочет пить. С Аленой мы не просто руководители городской школы безопасности детей, мы в первую очередь мама. И, конечно, для нас этот вопрос детской безопасности очень важен. Важно знать и объяснять ребенку правила безопасности у воды. 8 из 10 трагичных случаев в лесу происходят именно около водоемов. И самое главное, если вы поняли, что ребенок пропал, незамедлительно звоните в службу спасения. Редактор субтитров А.Семкин